прыжка до воды с вами статсен и вот как говорится корок хорошо появился люди поехали смотреть ну какие мнения у людей тягуам напрядок веселее лучше взять кодяк но какой кодяк возьмете за эти деньги да на фотографиях не весело маленькая магнитола swing цена миллион семьсот тридцать четыре тысячи за живые машины интерьер строгий доброт мигар салон как и бирс алькантары за миллион семьсот хорошее пространство у меня знакомый ездил смотрел он высокого роста какие метр восемьдесят три спокойно сел за руль и спокойно сел сам за собой его будет при этом удел багажник но давайте посмотрим дальше чем комплектуется у нас skoda karok 1.4 150 сил восьмиступенчатый автомат от эйсен и q300 тире 8f который добавляет 1 литр к расходу и скрадет 0 5 секунды от разгона но по некоторым заявлениям он открывает просторы для чип тюнинга способен переваривать до трехсот пяти с ньютон и метров понимаете это уже хорошо никакая сухая dsg столько не держала но что нас интересует нас интересует вот этот момент интересует как видим 14 они изменили он был простой cs2 но теперь такой же 150 сил 5 при пяти тысячах оборотах 200 ньютонов в полке момента от 1500 до 4000 они добавили 500 оборотов понимаете они доработали программный двигатель из раньше будут 3500 и разгон 8 и 8 секунды понимаете 8 8 секунды на автомате минусу 05 когда будет dsg будет 8 и 3 расходы 7 и 8 превратятся в 6 и 8 трассы вообще будет почти 4 литра так что когда появится dsg новая мокренькая про и все изменится в лучшую сторону кто же соперник киа селтас на вид по мне это просто киа соул чуть-чуть переделаны ну давайте посмотрим что она может по моторам это кручу 1.6 атмосферник 123 силы 151 метр 12.2 секунды до сотни кисло полный привод еще хуже ситуация мощность падает разгон теряется 2 литра стопись 149 лошадей 180 ньютонов метров и 9.6 секунд до сотни вообще не фонтан вы любите динамику 1.6 турбо корейская турбо 177 сил 265 метров и 8.4 понимаете все корейцы ура но рано радоваться как вы помните я сказал что на дсг будет примерно 8.3 секунды плюс если вы просто чипанете на автомате уже скорость изменится в лучшую сторону но сколько это будет стоить это корейское чудо кстати внешне красиво ну ладно начинаете трогать как люди писали дешман дешманом китайщиной пахнет ваша корейщина смотрим что будет по ценам а по ценам будет сегодня не очень-то и комфортно начало цен двигателем 1623 силы миллион сто но нам нужно динамика берем турбину и вложиться на 1 миллион семьсот восемьдесят девять тысяч и 2 миллиона что дальше он будет робот которого все боялись корейская dsg будет которая выдержит всего лишь два заезда хода потом начинает вонять это вид было в ролике про корейское китайское чудо посмотрите полный привод берем престиж и остается 1 миллион 789 тысяч что у нас в этой комплектации ну давайте посмотрим что нам дает корок за эти же деньги 1 миллион 734 тысячи корок скажете много разберемся что входит в эту цену опять же напоминаю двигатель 1.4 tsa 150 силу 8-ступенчатый автомат начинается от миллиона пятисот тысяч за миллион семьсот тридцать четыре мы получаем наружные литры зеркала с обогревом и автоматическим затемнением рейлинги на крыше защиту двигателя теплозащитное остекление дневные ходовые огни обогрев форсунок лобового стекла многофункциональность трехспицы кожаную руль с подогрева атмосферность идет и подсветка салона 10 цветов внутри салона зеркала заднего вида с автоматическим затемнением это диодная подсветка пространство для ног спереди и сзади подсветка макияжных зеркал led безопасность эроглонас есс электронный дифференциал который винчат машину в повороты и там еще помощники различные и все не указаны никатор не присоединяйте ремни безопасности для всех пассажиров подушки безопасности для защиты коленей водителя шторки безопасности боковые подушки безопасность спереди и сзади у нас фронтальной подушки безопасности стандарте крепление из-за фикса у нас будет двухзонный климат-контроль без ключевой доступ к кейси светодиодные фары адаптивные с функцией корна подсветка в поворотах старт-стоп система цветной макси дот будет электроподогрев лобового стекла будет магнитола свинг с 8 динамиками системы smart link активированы уже bluetooth будет руль с подогревом диски 17 диаметра уменьшено пасное колесо полноразмерные шины комплект инструментов и домкрат что же нам дает корейский производитель 1 миллион семьсот восемьдесят девять тысяч боковые зеркала окрашены в цвет кузова серебристые накладки на передний задний бампер передние задние брызговики интерьер задний сиденье с регулировка угла наклона задние сиденья делимые крючки для крепления сетки багажнике будет у нас далее безопасность передние и задние дисковые тормоза abs и c система помощи при торможении на склоне систем помощи при трогании на подъеме системы контроля давления в шинах крепление за фикс центральный замок иммобилайзер водичка запирания дверей при движении системы гланас будет в 6 динамиков всего вместо восьми у skoda комфорт передние и задние циклоподъемник электропривод многофункциональных рулевое колесо другое колонки по высоте и вылету механически регулировку сиденья спереди-сзади механические подсветкой в багажнике будут пакет теплые опции ходит подогрев спели имеется ей подогрев задних сидений подогрев ролево колеса будет лидро подогрев ветровой стекла подогрев форшу ок сиклом его t以及 боковые зеркла заднего вида с электроприводами и подогревом воздуховоды для задних пассажиров центральной консоли в простой комплектации нету кошмар как же люди сзади диски 17 решетка радиатора черными глянцевыми вставками поцарапается внешние верные ручки с отделкой chrome облупятся светодиодные LED фары плохо светит светодиодные дневные ходовые огни некрасивые светодиодные протитуанные фары светодиодные задние фонари светодиодные габаритные огни двухцветный окрас кузова рейлиги на крыше интерьер вставки черного глянца с принтом поцарапаются рулевое колесо и ручка с электротрансмиссия с отделкой кожи там не кожи сиденья и скомбинированные отделки ткани плюс эко кожи я же говорю эко кожи полка багажного отделения светодиодная подсветка салона декоративная подсветка интерьера безопасность фронтальные и боковые подушки безопасности хорошо шторки безопасности полноразмерное сбасное колесо нету подушек безопасности для коленей водителя а это нужно при львом столкновения навигационная система 10 копейками дюймов а вот система басы в дешевом виде дополнительные разъемы зарядки usb bluetooth тут вообще ничего нету комфорт датчик света регулированный центральный подлокотник задний подлокотник с подстаканниками бескаркасные дворники циклоподъемники водителя с функцией ауто циклоподъемник водителя с функцией ауто а у остальных нет получается вот это да уж коды все будут система выбора режима движения салон зеркало совмодитель к затемнению передний датчик парковки камера заднего вида динамическими линиями парковки кстати у камеры заднего вида у них есть брак был видел в ролике там линзы бракованных идут приборка электронная 7 дюймов круиз-контроль цвета и вот двигатель 1.6 turbo 177 лошадей налогу платить больше крутящий момент 265 не так уж и много полочка момента не знаю может полочка маленькая и робот корейский робот который еще плохо обкатан они его ставили на kia sportage потом начал ломаться они его убрали поставил автомат разгон 8.4 расход 7.6 уже все больше ну как вам сказать товарищи подписывайтесь на наш канал ставьте лайки участвовать нашей группе а будем в живую скоро посмотреть этот автомобиль люди как видите люди в нашей группе голосуют чтобы я съездил и посмотрел съездим посмотрим и скажем вам что да как там на самом деле описано канал ставьте лайки до свидания прежде когда воду с вами стас н и сегодня поговорим про китайско-корейский автопром их прогресс и как это прогресс ведет себя после того как протестов станислав н немного опыта из жизни не стингер как не стингер там 100 уверенно тут видишь он все равно там жопка у него плавает что там чисто задерживаешь я для меня там на светофоре газ в пол ну чё там там чисто задержали я там на светофоре да 50 газ в пол ну нормально почти без этого без опоздания 50 он уже готовый там всего так да нормально запоздали нет но забывают и вот так же очень так что ставят бывают просто запоздание тут это провал стингер а ну все серьезно а я понял но И тут что самое интересное Появился Очумелый запах Жженого сцепления Менеджер говорит, да, я говорю, что да Это коробка, автомат Ну вот, она не расчитана Я говорю, на что такое, на один разгон до 100 И два разгона С 50 до большей скорости Все в разумных пределах И она завоняла с ипухой Она завоняла так, что, по-моему, когда я пересел И мы открыли окна И где-то секунд, ну не знаю, 30-40 Окна открыли, потому что, ну, вонище было Это просто, понимаете, в чем прикол ДСГ так не воняет Я когда в Уфе гонял на Суперби Там ДСГ было Там у него была резина-липучка И мы раз пять, вот в ноль состава уходили Хотя можно попробовать снежную кашу Но сейчас снежная каша, господи, там, никого нету Но, конечно, в полусте просто В зал поддавим А как будет это сделать? Газ прям Левую До конца И все, да? Да Ну, давай, давай Прямо до конца не отпускаешь Вот это не успеет выносит Ээээ, нам испортил все Прямая тормоза А, еще страшнее, пока У нас и буксует резина, считай Ну, это можно увидеть по этому Не, да, он моргает Банали приборы, и сюда моргают Поэтому, как бы, барабану Выклонимся, а мы сзади поперутся Вот здесь, сейчас всех обоих Ну ладно, букс поперутся А, не пошла А, не пошла Ты видишь кто-то? Нет Я даже не вижу кто-то Я чувствую, что идет Липучка на обличке 113 Далее Далее Липучка Показывает Ускорение План такой рев Рев машины Закручивается За 6000 оборотов Липучка На обледенелой дороге Секунд Полторы шлиповала Я боялся Ни разу не воняло А тут По нормальной сухой дороге Полтора разгона Это разве нормально Так у вас Киев Оптимум Проверим Победит сильнейший Давай Поехали Давай Набирай 40 Давай Набрал? Да Давай Два Три Сколько там? Е-мое Поехали Так Бродникова нет Раз Два Три Давай еще в одну сторону Тогда попробуем Третий контроль Ну последний раз И все Давай Давай Поехали Поехали Подожди Давай Раз Два Три В этой гонке было три заезда 40 и там плюс и ну и дальше И по окончании гонки мы поставили машины чтобы ну вернее те люди которые были в ролике поставили машины для того чтобы они ну масло-то остыло нельзя после такой гонки сразу машину глушить естественно она должна постоять Вот в Кио когда тот человек сел в Кио он сказал что был ярко выраженный запах сцепления ну и такой не сильно так чуть-чуть полоняло и прошло и к тому что не надо говорить что Кио говно или что такое просто эти машины не приспособлены для гонок понимаете не приспособлены даже то что там автомат когда я понимаю когда вот на механике там переключился неправильно передержал цепуху перегазовал ты сжёг диск например но видите они не приспособлены эти машины не для того что их гонять а не для того что просто ездить ну один два в гонотом ускорения эти коробки не выдерживают вы все видели сами недавно такой канал как кликнкар взял на ТС Элтос Кио по которому сейчас все вздыхают и отправили его в лес после маленькой пробуксовки на диагональном вывешивании на маленькой горочке вариатор на трассе отказался работать машина просто встала так что еще рано радоваться товарищи и тем более таким новинкам как Хаос их новыми китайскими турбомоторами и новыми китайскими ДСГ сколько времени потребовалось ВАГУ чтобы довести до Ума Тиасаи и ДСГ а на каком пути сейчас все эти китайцы корейцы только в начале пути так что им до ВАГУ еще далеко подписывайтесь на канал ставьте лайки до свидания до свидания до свидания до свидания